Радоваться жизни ему мешает тело. Красноярец Георгий Шашко с трудом передвигается по своей квартире. Вес мужчины более 200 килограммов. Бороться с собой в одиночку мужчина больше не может. И сегодня поделился этим с нашей съемочной группой, рассказывает Ангелина Селина. Аватарка стоит веселенькая и все такое, знаете. Я как бы... Ну, конечно, в последнее время у меня сейчас совсем не до смеха. Самые ироничные картинки на странице в соцсети и полное отчаяние в реальной жизни. Георгий Шашко сам не знает, сколько точно весит. По его словам, около 215 килограммов. После того, как сильно набрал вес, показать себя даже в виртуальном мире мужчина смог с трудом. Мои друзья, мои знакомые меня таким, можно сказать, и не видели, наверное. Я надеялся, что ее не увидят, но не получается. И они из тех людей, которые что-то выпрашивают от жизни. Всю жизнь получал, всю жизнь добивался сам. Добиться чего-то самому уже не получается. На сегодняшний момент Георгий фактически не выходит на улицу. Сильно болят ноги, а один сустав фактически отсутствует. Вот так выглядят его ежедневные прогулки по квартире в 40 квадратных метров. Серьезные проблемы со здоровьем у Георгия начались с детства. В 5 лет перенес гепатит. В результате нарушился обмен веществ. Георгий стал полнеть. Появился сахарный диабет. Однако масса тела тогда еще за 100 килограммов не мешала ему работать геодезистом и жениться. Правда, брак не сложился надолго. С супругой они развелись, но остались друзьями. Позже Георгий ушел с работы, пришлось встать на инвалидность. Жизнь на пенсию, 8 тысяч рублей, слабое здоровье и нездоровая тяга к еде. Окончательно ввели мужчину в депрессию. Два года он просидел в своей квартире, фактически не выходя на улицу. Вес стал приходить с большой скоростью. Сегодня бывшая жена Ольга навещает Георгия и сетует. Заняться его здоровьем необходимо было раньше. Человек хороший, почему бы не помочь. Просто надо было, конечно, лет пять раньше начинать это все по-хорошему. Но бороться с весом еще не поздно, уверены оба. Накануне бывшие супруги вернулись из Москвы. Там Георгий стал одним из героев в программе «Мужское и женское». В студии известные люди страны и эксперты в области медицины обсуждали, есть ли способ помочь тем, чьи судьбы во власти веса. Итог программы – поможет специальное похудение, а позже операция по урезанию желудка. Они их готовят, в том числе и к принятию решения по поводу операции, но и к операции тоже. Сложную операцию в Красноярске Георгию не сделают, чтобы все, чем обнадежили мужчину в столице, получилось. В первую очередь, красноярцу, который живет на пенсию по инвалидности, нужны деньги. Приблизительная сумма на операцию и реабилитацию – около полумиллиона рублей. Георгий бросил клич о помощи в соцсетях. В комментариях мнения разделились. Одни утверждают – в своих бедах мужчина виноват сам, другие уверены – нельзя бросать человека в таком положении. Георгий же свое решение сделать операцию поясняет просто. Я жить хочу, девочка. Я просто хочу жить. Ангелина Селина, Владимир Антонов, Новости ТВК. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...